Радио 54 Очень много спорят сейчас, нужны ли музеи, нужен ли музей как институт современный. На самом деле, вы же понимаете, что музей это очень дорого, да, то есть именно для содержания. Мы тратим большие средства и большие усилия на реставрацию предметов, потому что какой бы ни был предмет блестящий, сохранность, он, конечно, со временем теряет свой внешний вид, он может, то есть это все требует огромных усилий, специалистов, заработных плат, условий и так далее, и так далее. Плюс к этому, в общем, как бы есть объективные какие-то вещи, да, что музею нужны здания, нужен правильный свет, то есть это все очень-очень затратно. И поэтому, в общем, как бы вот сегодня общество категорически говорит, ребят, может, и не надо, да, достаточно же в интернете посмотреть, но при этом опыт наш российский, европейский опыт, вот 10 лет назад в мире случился музейный бум, сейчас он до нас закатился, показывает, что мы все все-таки очень любим подлинную вещь, и для нас важно не просто посмотреть картинки, да, сегодня вот все эти цифровые системы, которые существуют, это вспомогательный инструмент, когда человек перед тем, как вот он принял решение пойти в музей, да, и он зашел, посмотрел, какие там вещи могут быть, он посмотрел 3D-туры, посмотрел, может быть, коллекции, и уже целенаправленно понимая для себя, что он хочет, он идет смотреть на подлинник. Вот это вот ощущение причастности вот к этой вот линейности, да, времени, чего-то еще, именно для этого музей нужен, именно поэтому туда ходит. Это опыт, это научение взаимодействия вот со временем, с предметом, с вещью, это отношение, выстраивает отношение в целом к предметному миру, да, то есть, в общем, когда вот дети даже приходят в музей, и они смотрят, выставки же очень разные бывают, то есть, например, у нас в музее есть роскошная наша любимая экспозиция «Сибирь в древности», где вот рассказано про разные культуры, которые бытовали на нашей территории. Мы сейчас открыли еще один зал, посвященный керамике, и там керамика, начиная с эпохи неолита на нашей территории, которая была до прям современных, то есть, там, начало 20 века, вот эти горшки к рынке, дети приходят, говорят, слушайте, а что вы эти горшки-то поставили в витрину? И мы, то есть, то экскурсоводы на пальцах объясняем, говорят, ребята, это важно, да, потому что это технология, это система, и он так ребенок один подвис, говорит, слушайте, а я вот у бабушки такой разбил, не понял, что она расстроилась-то, да, то есть, я думаю, бабушка жадина, а бабушка, у нее другие отношения, поэтому это тоже учит. Мы создаем музейные ряды так, что человек приходит и узнает что-то очень для себя знакомое, например, вот в экспозиции «История Новосибирской области» вот в залах 50-х и 60-х годов созданы прямо инсталляции, повторяющие быт, и все практически, кто приходят, говорят, вы, слушайте, у меня у бабушки так же, да, там у кого-то, у меня у родителей было ровно так же, и человек уходит совершенно другим ощущением, потому что он понимает, что он и музей, вообще-то не разные вещи, а очень близкие, и он интересен музею тоже, да, потому что ему вот музею интересны вот сегменты для него важные, поэтому это вот такая очень личная история взаимодействия, потому что мы уверены, что музей, как это, вот сейчас есть прекрасное слово, очень популярное, но, в общем, мы все равно его любим и транслируем, музей работает со смыслами, да, то есть вот если, например, есть отдельно там система образования, которая нас там учит, в общем, научает и так далее, есть система, например, не знаю, там какие-то развития социальные сегменты и так далее, но музей всегда работает с основным смыслом, вот если в музее и в учреждении культуры говорится о том, зачем мы все здесь находимся, да, стоит ли отсюда уезжать, или стоит здесь приехать и жить всегда, то есть вот если эти вещи транслируются через культуру, через не в лоб, когда написано, что Новосибирск прекрасный город, не смеет сюда ехать, да, а когда человек приходит и понимает, что, блин, как здорово, я живу в замечательном месте, оно очень быстро выросло, я тоже так смогу, да, так развиться, что это место пусть там было там в огромном там сосновом лесу и начиналось с просеки, а сейчас-то, боже мой, третий город в стране, я часть всего этого, я хочу здесь быть. Первая вот эта вот история про музей для предмета, это вот всем нам, наверное, с детства знакомый концепт, когда в музее все за витринами и за вами пристально следят сидящие женщины в кофтах, то есть они прям целенаправленно с утра до вечера смотрят, чтобы вы даже не взахнули на эту витрину, потому что, в общем, вы здесь лишний человек. И смысл музея и музейной деятельности тогда, получается, основная задача сохранить музейный предмет, да, то есть, в общем, мало выставок, то есть одна вот экспозиция стоит 25 лет, и хорошо, потому что ничего не надо перетряхивать уже, и так красиво. Вторая история, когда музей для, вот, собственно, людей, а не для вещей, вот эта история тоже как бы крайняя, потому что это, на наш взгляд, крайняя, так люди работают, и, наверное, это направление развития, но это когда музей становится местом всех возможных активностей, когда там что-то лепят, пилят, красят, потом они пляшут, потом там проходят бесконечные концерты, мастер-классы. Вызывают духа, да? Вызывают духа, вот это, господи, это по-нечетным каждый раз. И вот они в бюджету постоянно делают, а где в этом все музей, то есть там может быть один выставочный зал, а все остальное покрыто вот стикерами, весельями, женщинами в сарафанах и кокошниках, то есть вот это все. Это, наверное, тоже не очень правильно, потому что музей все-таки про вещь. Мы вот за этот баланс архитектора Греколянский, значит, сделал нам дивные манекены, то есть они очень-очень похожи на живых людей. Вот они сидят в витринах, там сидит бабушка, которая шьет в витрине в Сибири в древности. И мы с дочерью, значит, с полуторагодовалой проходим по залам, она видит, значит, эту сидящую бабушку в витрине, а прямо на уровне ее глаз. И она так на нее внимательно посмотрела, выходит, выглядывает, а там сидит смотрительница, тоже женщина уже такая, в общем, в возрасте, и они с ней оказались чуть похожи. И Маша очень долго на нее выглядывала, а потом, когда мы выходим из экспозиции, она подходит к смотрительнице, так вот пухлую ладошку полуторагодовалой пойдет, говорит, слушай, бабушка, веди себя хорошо, там одну уже за стеклом посадили. И поэтому у нас теперь смотрители все по этому поводу ходят и говорят, нарушать нельзя, а то он одна уже за стеклом сидит. Поэтому в музее все по-настоящему, приходите обязательно.